Видим, что здесь у нас 1193 профиля. В исходном массиве было 4000 с лишним респондентов. Правда, там были еще миссинговые респонденты. Но так или иначе, очевидно, что произошло существенное сжатие данных. Именно на этом массиве, состоящем из профилей, и применяется робит-регрессия в SPSS. Реализация робит-регрессии очень небогата в SPSS. Мы берем переменную weight и помещаем ее в totalabsorbed. Зависимую переменную response frequency. В country помещаем факторную переменную, причем помещаем, что у нас значение до 22. И все остальные перемены помещаем в качестве кавариатов. Options мы можем выбрать только, чтобы frequency показал. Тест на прогрелизм. Также natural response rate пометим. Запускаем. Видим, что количества итераций не хватило, поэтому должны перезапустить с увеличением числа итераций. Поставлю 50. Всегда важно отслеживать, сколько итераций проставлено и хватило ли этого числа итераций. Проверяем. Да. Потребуется 31 итерация. Что мы видим? Все это мы можем не смотреть, потому что если мы посмотрим на как раз тест на параллелизм, мы увидим, что у нас отклоняется, точнее принимается нулевая гипотеза. Так, это я посмотрел на первое решение, где не хватило итерации, а вот второе решение. Да, все-таки у нас нулевая гипотеза отклоняется. Нулевая гипотеза стояла в том, как раз, что наклон плоскостей, состоящих из остальных предикторов, не зависит от страны. Это нулевая гипотеза. Она отклонилась. Таким образом, зависит наклон. Возвращаясь к простенькой графической схеме, которую я изначально построил, получается, что эта картина не верна. Эти линии, на самом деле, располагаются под разными углами, а не под одним углом.